Привет всем! Скоро Новый год И впервые за Сколько мы с тобой женат, я уже не помню 20 с лишним лет Мне разрешили сделать свою ёлку Раньше мне, конечно, говорили Что у нас дети И как ты можешь испортить им Новый год Испортив своей дизайнерской ёлкой Но мне так давно хотелось И вот сейчас, наконец-то, они выросли И мне разрешили сделать мою ёлку И решила я ёлку сделать На манекене Для этого я взяла свой манекен Сделала его почти своим ростом Ну, почти На кубуках я почти с невальным ростом Лиф у меня будет бархатный Ну, сейчас же модно бархатный Сами понимаете Для этого я взяла просто обычный кусок бархата Зашила его Почти не резала, потому что Я и собираюсь его использовать дальше И для этого я просто вот так вот Дико использовала свой бархат Вот такой будет у меня лиф А дальше мы собираемся сделать На манекене ёлку Для этого у меня будет юбка из ёлки Для этого я буду использовать Старую ёлку, которой мне уже 20 лет Но она не старая, она самая любимая Да, Павлик? Павлик, можно сказать, что у нее очень-очень любимая ёлочка А сейчас я вам покажу, из чего мы будем сегодня собирать В итоге не знаю, что получится Сама не знаю И надеюсь, что мне очень понравится И надеюсь, что вам очень понравится Но если вам не понравится, вы просто скажете Ну, ёлка, отстой, не буду это делать Но если кому-то понравится, то кто-то может повторить, как я Хотя я не знаю, что у меня получится Так, сейчас я покажу, из чего я собираюсь сделать свою дизайнерскую ёлку Для этого я буду использовать свою старую ёлку Которую уже 21 год Ну, вот она такая обычная ёлка Сейчас я вам покажу Дальше я привезла просто свои любимые игрушки Которые тоже были куплены за весь период жизни Сделала помпоны, обычные помпоны И моя любимая свекра связала мне такие красивые кружевные салфеточки Ну, естественно, гирлянда Это для того, чтобы повесить шарики И вот кусочек ткани Это на поиск, который будет с бантом Красиво на талии всё это фиксировать А, конечно, я забыла сказать, что мы будем использовать Мы будем использовать вот такую Не помню, как это называется Провод Провод, на котором мы будем крепить ёлку нашу Используем вот такие фиксаторы, которые мы будем затягивать Но это мы позже всё это покажем И этот мы будем резать Это, это и ёлку Ну, и ножницы, которые мы будем резать, всё остальное Ну, а теперь я надеюсь, у нас всё получится Итак Я беру провод Провод, поход, делаю для электричества Это не ваша Я собираюсь сделать провод на талии, то есть зафиксировать то, куда мы будем крепить ёлки. Так как у меня ёлка не сильно широкая по диаметру, и чтобы у меня юбочка была чуть-чуть подлиннее, я предполагаю ещё, не знаю, но фиксировать ещё на бёдрах, на которые я буду фиксировать более длинные лапы от ёлки, а здесь более короткие. За счёт этого я надеюсь, что оно будет пышно, красиво и так далее. Итак, сейчас мы позовем мужчину, потому что в этом я абсолютно не разбираюсь, как это резать, как это крепить. Я не очень хочу разбираться и вам это советую. Но он вам сейчас детально покажет, как он может прикрепить вот этот ободок туда и сюда. Продолжим мужской частью этого проекта. Наша задача будет изготовить пояс. Самое, что простое мы нашли в нашем ящике, это кабель телевизионный. И нашли такие его оконечники. Какой наш смысл? Мы возьмём, сделаем так кольцо, накрутим эти наконечники. И соединим вот какой-то вот штукой, которая тоже валялась у нас в ящике. Ну что, давайте закрутим сначала один крайний наконечник. Мы его просто накручиваем. Потом мы берём вот так вот его, измеряем талию. Вот примерно вот так вот у нас будет этот провод лежать. То есть вот отсюда у нас будут начинаться одни лапки. Берём такой непростой, но в хозяйстве у всех есть инструмент. Также его откусываем. Вставляем опять наконечник. Почему эта схема очень простая и показалась мне очень доступной. И соединяем, перержи, пожалуйста. И всё это просто соединяем. Ну всё это мы сделаем на спинке. Не факт, может быть и спереди. Это ты сейчас увидишь уже после того, как сделаем кольца. Так мы делаем это первый раз. Вот, смотри, вот одно кольцо у нас готово. Второе кольцо у нас должно быть ниже. Практически пояс детственности у нас получился. Отключай. Так, берём. Берём опять следующий. Также его закручиваем. Меряем уже. Давай, Свет, уже говори где. Деньги на бёдрах, да, вот так вот нам нужно. То есть вот так вот мы сейчас соединим. То есть вот где-то здесь мы откусываем. Также прикручиваем этот наконечник. Давай, я тебя отсоединяю здесь с этой стороны. Ой, нелёгкая эта работа. И соединяем. Женщина неприученая. Давай я соединяю. Вот, и вот так соединяем. И вот теперь смотрите. Её можно сделать спереди, чтобы задняя юбка опускалась вниз. Вот так видите, чтобы задняя юбка опускалась вниз. А можно сделать её сзади. Сбоку, давайте нет, давай сделаем сбоку. Смотрите, смотрите. Мне нравится сбоку. Сзади, вот видите, юбка будет вот так опускаться. Можно сделать сбоку, вот с этого боку. Вот так мы делаем. Вот с этого боку. Смотрите, для чего мы делаем это свободно? Мы же будем потом это затягивать? Затягивать? Нет. Мы будем на них просто вешать лапу и всё. Вот она как висит на поясе, вот она как висит на поясе. Можно даже нарезать юбку. Лапу мы потом будем прикручивать просто сюда и всё. Вот, значит, вот примерно вот такой схемы будет у нас юбка. Ну, а теперь нам нужно отрезать лапу. Не отрезать, мы их будем разбирать. Ну, разбирать. Ну, наверное, тоже это будет. Да, вот этим. Тогда отрезать. А почему не отрезать? Ну, не знаю, может быть нам эта ёлка ещё пригодится. Ну, потом всё это обратно соберём, будет у нас ёлка. В любом случае останутся запчасти, чтобы при желании можно было собрать ёлку. Расскажу сразу же, ёлке 21 год, но мы всё равно её очень любим. И поэтому мы надеемся, что мы обязательно её через 50 лет соберём. И наши внуки обязательно этому порадуются. Ну, а вы, в принципе, можете делать со своей ёлкой что хотите. Так, ну, смотрим, что у нас получается. Получается вот, что вот эту веточку мы спокойно вот так снимаем. Это у нас длинные ветки, но судя, потому что у нас это на низ, это длинные ветки. Да, может быть мы так и будем, а мы так не будем вешать, да? Почему, почему, почему? Нам точно будет болтаться. Смотри, мы на него, она висит, чего? Вот хорошо висит. Нет, нижние ветки мы крепим на ниже, чтобы у нас была длина. Нет, ну, по ней это понятно. Я имею в виду, что можно и здесь просто вот так вот... Мне кажется, равно это будет нехильно это. Мне кажется, лучше... Очень хорошо, очень хороший крючок. Ты уверен? Очень хороший, смотри. Ну, не знаю, мне не нравится, что вот это всё как-то очень отвисло у нас сильно. И как-то это не... Так это длинная часть юбки, да? Ну, как-то у нас не стоит. Так-то мы её могли бы прикрепить. Ну, так вот. Неродичнее сейчас. Неродичнее сделать. Да, я тоже считаю, что можно потуже сделать. Чтобы она вот именно... Ну, это мы сейчас проц... Нет, ну, она слетает. Мы сейчас будем вешать, она послетает. Нет, но мы её можем фиксировать, нам было сейчас просто понять. Вот она у меня уже слетает. Хотя мы ещё даже её не справляли. Выглядит она очень низко. Мне кажется, надо всё-таки вот поднять на бёдра. На. Вот видите, в процессе всё рождается, потому что вот то, что нам казалось нормальным, оказалось очень низким. Мне кажется, оператора надо убить. Ну ладно, кормить. Это гумания. Ну, хотелось, чтобы юбка у нас стояла. Она вот как-то не стоит, вообще какая-то она у нас сахвистая. Короче, пережать, да? И она вот будет вот именно вот как-то вот. Да, вообще не вопрос будет держаться. А как мы это пережмём? Вот, всё, смотри. Видите, у нас? Ну, там у меня постоянно падает. Нет, тут сейчас в другом вопрос. Давай, я на другой откручиваю. Я распрямляю ветвь, потому что понять вообще, что у нас с юбкой будет. Как же она у них так красиво вот так стояла. У нас как-то всё это выглядит. Это ужасно. Чувствую, что у нас никто не будет смотреть на этом канале, как сделать ёлку на манекене, потому что пока мне она не очень нравится. Ёлка тоже можно использовать, но просто живая ёлка, где-то держатся, ну, два-три дня и через три дня она у вас обсыпется, если вы готовы сделать ёлку на три дня. Я думаю, что на даче, да, можно сделать на улице и с живой ёлки. И не используя манекен, а используя какого-нибудь там, я не знаю, там, снегурочку какую-нибудь. И смысл. Будет интересно. А дальше не надо портать ёлки, пусть они стоят живые и красивые. А мы будем использовать именно пластмассовые ёлки, которые не жалко. Вот, смотри. О, практически 100, это уже мне начинает драться. Нет, давай мы вот эти нижние сюда. Просто, чтобы было понятно вообще, как это выглядит. Было понятно, подождите, подождите, надо расправить. Эту красоту надо расправить. Ну, в принципе, в принципе, уже близко к тому, что я хотела. Откручиваю следующее. Я начну фиксировать. Только по бокам. Фиксировать я буду очень просто, чтобы не испортить ветку. Просто завяжу её вот так проволочкой, зафиксирую. И сделаю пару, пару таких вот цветочков. Такой тоненькой проволочки. Я думаю, что можно использовать любую нитку. Ну, с ниткой... Скотч. Скотч вообще в России, куда без скотча. Скотч, да. Нитка неудобна. Проволока удобнее. Ну, это лично моё мнение. Ковыряться с ниткой. Всё, вот так сделал несколько веков. Со скотчем, да, согласна. Зафиксировал. И лишнее откусил. Ну что, будем украшать сзади или только по бокам? Всё, грубо говоря, одна веточка вот так зафиксирована, а уже не двигается ни туда, ни туда. А, у меня опять сплетело. Ну вот, мы прикрепили проволоку и закрепили все ветки на нижнем ободе. Или как это называется? Сейчас мы просто распрямляем веточки, чтобы она казалась пышней. Какое количество навешивать веток, ну, это у каждого, да, возможности и так далее решает сам. Поэтому просто навешиваем, закрепляем их проволокой, как мы закрепили. И распрямляем для пышности. Ну и так далее. И продолжаем работать. А теперь мы украшаем, как вам нравится абсолютно это дело, как говорится. Как пришить куглицу, это дело лично каждое, с какой стороны, какого цвета. Вот мне нравится именно в таком варианте, чтобы она была такая, как пачка, такая крутая пачка. Ну, мы же девочки. Ну, у вас, ёлка, может быть абсолютно любой. Недлинный, пышный, такой ростяковый. Это абсолютно дело каждого видения. Я боялась, что нижний вот этот вот провод будет видно. А нет, ничего, смотрите, мы как удачно все завешали, что абсолютно не видно. Даже если вы будете украшать минимализмом, там, две игрушечки, то, в принципе, даже провод белый абсолютно не видно. Все, оказывается, очень просто, девчонки. Очень просто. И осуществлять можно любой своей сумасшедшей идеей. Я ее сегодня осуществила. Ну, еще не осуществила, но вот я проводилась. Ну, мне уже очень нравится, скажу вам. У меня такая многоярусная ёлка получилась. Я ее расправлю, и вообще шикарно. Я довольна, довольна, довольна. Не знаю, как вам, но я очень довольна практически полным результатом. Хотя еще самое интересное впереди это украшение, потому что создать елку это само собой, а украсить это же вообще самый кайф. Я думаю, для любой девочки украшать елку это самое кайф. Ну, для мальчиков тоже. Если честно, я думала, что это очень сложно сделать. Но, как мне кажется, это не очень сложно. Было бы желательно. Ну, вот все, мы прикрепили в два ряда, закрепили половой. В итоге вот такое получилось. Для меня это достаточно. То есть то, что я хотела. Сейчас я сниму, перейду в этот сторону. Ну, вот то, что я хотела, да. Вы можете делать все, что хотите. Вот так, вот так. У нас еще осталось кусок елки, но по мне это то, что, в принципе, я и видела. Сзади я закрепила немного, потому что у меня елка будет прижата к стене, и мне пышность сзади не нужна. Ну, то есть тут как-то каждый делает для себя. Если она сойдет посередине, то, конечно, нужно со всех сторон. Я беру вот эту ткань, если кто помнит, у меня была такая уточка, и остался вот такой большой ответ ткани. Он как раз очень подходит. И по фактуре такой золотистый, и кусок очень такой большой, то, что мне нужно. Я сейчас делаю пояс, именно пояс, чтобы закрыть вот эту белую провод и, конечно же, украсить. Так, отрезаем нужной ширины пояс. Вот он у меня... А, извините, получился именно вот такой, да? Теперь я его... Я не буду ничего обрабатывать на машинке. Кто у нас хочет, тот может. Мне нравится вот эта натуральность, именно волосатость. Я вот так вот закрываю. У меня не закрывается, но я пытаюсь. Делаю пояс, и вот с бантом на бафу. Бантом я попытаюсь прикрыть весь мой провод. вот таким вот способом. Это не сильно натяг. Так. Нижние нитки. Можно обработать на берлоке, можно делать все, что угодно. Подшить я это сделать не буду. Мне нравится так. Делаю бантом. Прикрываю все узлы, которые у меня торчат. Вот таким вот способом. Ну вот в итоге я добавила гирлянду. Хотя в принципе можно не добавлять, потому что сама елка, вот сама юбка зеленая, она вот реально, ну по мне так она шикарно выглядит. Но мне хотелось, потому что именно как бы, ну новый год он вечерний, ночной, при свечах. И хотелось бы, чтобы елка все-таки моргала. Ну это в моем понятии. Вот я добавила сюда гирлянду. Попыталась ее, конечно, скрыть под ветками, чтобы она не сильно выделялась, как в обычной елке, да. Ну, как-то так по максимуму. Украсила я с пумпончиками и вот такими кружевными салфеточками, которые я сама связала на неже дивана. Моя любимая свекровь для меня. Причем буквально там за пару часов она связала вот таких кучу маленьких салфеточек, которые теперь вот украшают в мою елку. Спасибо ей огромное. Украшаю шариками. Ну, то есть, тут вы можете делать все, что угодно. Юбка, создание юбки, вы знаете, что создание любой одежды это исключительно дело мастера, исключительно видение мастера. И оно будет ваш эксклюзивное, когда вы делаете исключительно свою юбку, ни за кем не повторяете. Какая она будет у вас, я думаю, я потом попозже обязательно посмотрю. Если вы, конечно, тоже будете такую елку делать. А колье я сделала вот из таких штук. Это тоже когда-то я покупала где-то в каком-то супермаркете, какие-то звездочки. Вот все, что накоплено годами, вот оно все выливается вот на мою супер-елку. Вы знаете, я очень довольна, потому что вот я сегодня, ну, наверное, впервые за несколько лет, я очень долго хотела вот такую елку. И сегодня я ее осуществила. Я очень рада, что меня поддержали мои близкие, мои дети, потому что это очень важно, когда ты что-то хочешь, и тебе не дают это сделать. Говорят, ааа, что ты придумала? И когда ты это делаешь, и делаешь не потому, что вопреки, а потому, что тебя все поддерживают, и это получается кайф. Вы знаете, реально иметь кайф то, что вот именно свою елку, именно такую, которую ты хочешь, именно такую, какую ты мечтаешь и хочешь видеть на свой Новый год. Желаю вам всем в Новый год иметь свою, чтобы мечты обязательно осуществлялись, и пусть вот такие маленькие, как вот в виде таких вот маленьких наших поделок, которые мы ежедневно делаем, но это клево. Я сейчас продолжу украшать, не знаю, насколько, да, дальше я буду что-то вешать, я буду прекращу вешать, но я вам еще покажу чуть-чуть, через минут пять. Сейчас я продолжу украшать, дальше покажу итог. И вот я закончу украшать свою елку. Вот такая она у меня получилась. Я рада. Я рада, я рада, что я сделала такую елку, и я рада, что я показала, как я ее сделала. Здесь, может быть, кому-то понравится моя идея, нам пригодится, потому что, когда моя идея пришла мне в голову, естественно, первые вопросы, как бы это сделать, да, мы люди, умеющие шить, но я не очень чуть-чуть понимающий, как все это складывать и как это крепить, да, это чуть-чуть, мне кажется, технический вопрос, который более обладает мужчина, чем мы. Но иногда хочется сделать это самой, и мне кажется, очень удобно, когда кто-то показывает, как это делать. Я всегда благодарна людям, которые снимают свои мастер-классы, рассказывают, как что прикрепили, как сделали, как пришили, как связали и так далее, потому что это помогает людям, которые хотят сделать что-то подобное, не так же, а именно что-то подобное. Но именно техническую сторону вопроса они не очень знают. Я надеюсь, что мой мастер-класс, скажем так, по созданию моей супер-елки, мне она очень нравится, главное, чтобы она мне нравилась, кому-то пригодится, и я надеюсь, моя елочка вам тоже понравилась. С наступающим вас Новым Годом! Всех благ, счастья, главное, здоровья! Ну и любви, конечно, девчонки. Все, целую, люблю! С Новым Годом! Вот такая елочка у меня получилась. Мишайки. Вот такой цветок. С Новым Годом! С Новым Годом! Новый Год приходит к нам. Конечно, очень грязно осталось у нас после этого всего. Ну, я думаю, это стоит там. Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова